Здравствуйте! Это программа Техно-Ньюз, новости из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. Смотрите в этом выпуске. Ученым удалось воссоздать облик знаменитого альпийского ледяного человека Эци, тело которого сохранялось в леднике более 5000 лет. Благодаря Титанику был обнаружен новый вид бактерий, поедающих металл. Американцам показали принтер для печати органов, а в Японии создали самого реалистичного робота-близнеца. Далее об этих и других научных открытиях. Ученые из Южно-Теройского археологического музея в Италии воссоздали лицо и внешний облик знаменитого альпийского ледяного человека Эци, тело которого сохранялось в леднике более 5000 лет. Ледяной человек был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист. Однако затем выяснилось, что этому мумифицированному телу более 5000 лет. Ледяной человек погиб от стрелы, попавшей в плечо. С помощью компьютерной томографии ученые получили трехмерное изображение тела Эци, а затем восстановили его лицо и фигуру. Ледяной человек оказался мужчиной средних лет с грубой морщинистой кожей, глубоко посаженными глазами и бородой. Ранее считалось, что у него были голубые глаза, но последние исследования показали, что глаза ледяного человека карии. Ранее ученым удалось прочитать генетический код теройского ледяного человека. Предварительный анализ показал, что Эци принадлежал к так называемой субгаплогруппе К1. Около 8% современных европейцев принадлежат к гаплогруппе К, которая делится на субгаплогруппы К1 и К2. К1, в свою очередь, делится на три кластера. Оказалось, что геном ледяного человека не подходит ни к одному из трех известных кластеров К1. На данный момент это означает, что никто не может объявить себя потомком Эци. Биллок Антония Вентас из университета Севильи при исследовании поднятых со дна моря деталей судна «Титаник» обнаружил новый вид бактерий, поедающих металл. По данным Вентаса и его коллег, бактерии были найдены на сильно проржавевшем куске металла, поднятого со дня моря экспедиции «Аэромэс Тайтэник» на месте гибели лайнера. Бактерии питались металлом корабля на глубине 3800 метров. Исследование ученых показало, что новый вид микроорганизмов, несмотря на свою уникальность, оказался на более чем 98% генетически схож с уже известным видом бактерий Халамонос нептуния. Самым важным фактором в находке нового вида бактерий оказалась скорость поглощения микроорганизмами металла. По мнению Антония Вентаса, открытие этого вида бактерий ставит вопрос о безопасности подводных трубопроводов, которые могут стать жертвой бактерий, поедающих с высокой скоростью металл. Далее коротко о других научных открытиях. Группа ученых из университета Отвергина установила причину потускнения желтых красок на картинах Винсента Ван Гога. Оказалось, что краска тускнеет из-за химической реакции, о существовании которой ранее не было известно. Эта химическая реакция приводит к восстановлению хрома. Дело в том, что основу желтой краски, которую использовал Ван Гог, составлял хромат свинца, благодаря которому художник получал очень яркий желтый цвет, соответствовавший его замыслам. Ученые надеются найти способ вернуть краскам на картинах Ван Гога их изначальный цвет. Большевые пальцы древнеегипетских мумий были не погребальным украшением, а функционирующими протезами. К такому выводу пришли ученые, которые воссоздали искусственные части тела и провели эксперименты с добровольцами. Оказалось, что конструкция украшений позволяла использовать их почти как настоящие пальцы. Ученые Гарвардского университета обнаружили в человеческом мозге центр общительности, от величины которого зависит, как много у человека друзей в реальной жизни или на страницах социальных сетей. Активность человека в общественной жизни и степень его вовлеченности в социальные отношения оказалась напрямую связана с участком мозга под названием миндалевидное тело. Выяснилось, что наиболее активные контакты с окружающими и наибольшее число друзей и знакомых имели люди с более крупным миндалевидным телом. Выявлены причины исчезновения пчел с лица Земли. Как утверждают специалисты, пчелы покидают свои улья и не возвращаются. Существует несколько теорий причин исчезновения пчел. Одной из главных причин исчезновения могут быть мобильные телефоны. Ведь для пчел губительно любое электромагнитное поле. Попав в действие такого поля, пчелы теряются в пространстве и не способны найти дорогу в улей. А так как пчелы это общественные насекомые, то и навыков выживания поодиночке у них нет. Потерявшаяся пчела может прожить несколько суток, после чего погибает. Вымирание пчел усилилось в 2006 году. В Европе каждый год теряет по 20% пчелиных семей. Аналогичная тенденция начинает прослеживаться в Латинской Америке и Азии. На самом деле это очень большая проблема, потому что если с пчелами что-то случилось, то то же самое, наверное, может случиться и с нами. Видимо, ученым нужно сделать какой-то шаг в сторону того, чтобы найти решение данной проблемы и постараться сделать так, чтобы и пчелы были целы, и люди были сотовой связи. Если пчелы вымрут, то это приведет к существенному кризису продовольствия в мире, ведь за счет опыления насекомыми вырастают культуры, которые дают треть от всего объема продовольственных ресурсов человечества. Около 80-90% опыления культурных растений выполняется именно пчелами. Остальные проценты приходятся на бабочек и материков. В один прекрасный день люди с ограниченными физическими возможностями смогут приказать своему домашнему роботу напечатать письмо. По крайней мере, так предполагает группа инженеров из Технологического университета Вирджинии в США. Они разработали механические руки, которые могут печатать на стандартной компьютерной клавиатуре. В настоящее время эти руки оптимизированы для использования роботами-гуманоидами и были разработаны для оказания помощи пожилым людям, которые хотят работать с компьютерами. Для этого им только нужно будет отдать голосовую команду роботу. В испытаниях одна роботизированная рука показала результат в 20 слов в минуту, но добавив вторую руку, возможно повысить скорость до 30 слов. Средняя скорость набора человека составляет 33 слова в минуту с двух рук. Сначала может показаться, что это человек, но на самом деле это робот. Робот Jiminoid DK представляет собой точную копию профессора Хенрика Шарфи из университета Ольборга. Самый первый Jiminoid от латинского Gemini-близнецы был сконструирован в 2005 году и являл собой точную копию своего создателя, профессора Осакского университета Хиросии Сигура. Механические близнецы наделены человекоподобной мимикой, которая можно управлять дистанционно. В первую очередь они предназначены для усиления эффекта телеприсутствия, когда удаленный оператор управляет не абстрактной машиной, а своей копией. Кроме того, такие роботы помогают изучить возможности копирования человеческих эмоций и мимики, а также исследовать механизмы взаимодействия машин и людей. Что касается последнего, то роботизированные двойники, как известно, могут вызвать неприятный психологический феномен под названием «зловещая долина». Эффект описывает негативные эмоции, которые возникают у людей при виде очень похожего на них робота или другого гуманоидного объекта. Еще год назад полностью беспроводной телевизор казался удивительной новинкой в мире высоких технологий. Многие попросту отказывались верить в существование подобных аппаратов. А теперь компания Fujitsu объявляет о том, что в обозримом, хотя и не самом ближайшем будущем, подобные панели поступят в продажу. И в доказательство, на ЦЕБИ-2011 компания представила полностью беспроводной монитор без интерфейсного кабеля и кабеля питания. Нет в этом мониторе и аккумулятора. Необходимая для работы энергия 25 Вт передается электромагнитными волнами. Технология беспроводной передачи энергии разработана немецким институтом Фраунгофера и называется SUPA – Smart Universal Power Access. Видеосигнал от компьютера или ноутбука передается через беспроводной интерфейс USB. Рабочий радиус перемещения для этого 22-дюймового дисплея составляет около 10 метров. Можно, конечно, только приветствовать развитие беспроводных технологий. Но как повлиять на самочувствие находящихся рядом людей мощные электромагнитные волны? Однозначно здоровья не прибавят. О новостях медицины далее. Ученые США создали генно-модифицированный грибок, который поможет бороться с малярией. В геном грибка были внесены гены, отвечающие за выработку веществ, активных в отношении возбудителя инфекции. По результатам исследования, содержание возбудителей в слюне комаров, зараженных такими грибками, снизилось на 98%. Американские ученые создали заикающихся генно-инженерных мышей для изучения механизмов развития и экспериментальной терапии этого заболевания. Это стало возможно после того, как та же исследовательская группа выявила три гена, мутации которых встречается у заик гораздо чаще, чем у остальной популяции. На конференции ТЭД в калифорнийском городе Лонг-Бич была продемонстрирована работа трехмерного принтера, разработанного для создания органов из собственных тканей пациента. Это устройство послойно выращивает из небольшого образца ткани функционирующий орган, пригодный для трансплантации. Сначала собственный орган больного сканируют с различных ракурсов, чтобы получить его точное трехмерное изображение, включая внутреннее строение. Полученный образец загружают в трехмерный принтер, туда же помещают небольшой образец ткани. Запущенное устройство послойно воспроизводит структуру заданного органа, создавая практически точную его копию, включая сосуды. Процесс занимает от 6 до 7 часов. Благодаря этой разработке можно не только создавать отдельные структуры для трансплантации, но и заживлять раны непосредственно на пациенте. Для этого специальное устройство сканирует поврежденную область, а принтер заполняет ее необходимыми типами тканей. Кстати, с помощью 3D-печати в настоящее время можно создать почти все, что угодно. И следующим логичным шагом будет использование этих технологий в космосе. Уже идет работа по созданию орбитальных 3D-принтеров, которые будут печатать новые космические станции и космические корабли. Российские ученые планируют отправку нескольких автоматических космических миссий к Луне, целью которых станет создание на естественном спутнике Земли роботизированной научной базы. По словам генконструктора, гендиректора НПО имени Лавочкина Виктора Хартова, в федеральной программе России запланировано два полета к Луне в 2013 году. Один из них вместе с Индией, другой полностью российский. Речь идет о проектах Луна-Глоб и Луна-Ресурс, в рамках которых намечен полет автоматических аппаратов в полярные области Луны, в которых недавно были найдены запасы водяного льда. Намеченное на 14 февраля этого года рандеву исследовательского зонда NASA Stardust Next с кометой Temple-1 состоялось и прошло даже с больше, чем рассчитывали специалисты успехом. Пролетевший в 181 километре от ядра кометы зонд передал ученым бесценные фотографии и технические данные о последствиях обстрела зонда частицами кометного вещества. С кометой Temple-1 уже встречался созданный людьми зонд. В 2005 году аппарат Deep Impact сбросил на поверхность небесного тела 400-килограммовую болванку и должен был сфотографировать образовавшийся кратер, но из-за плотного облака пыли сделать это тогда не удалось. Завершить начатый Deep Impact смог Stardust. Среди переданных на Землю снимков специалисты выделили несколько особо ценных, на которых виден кратер от упавшей болванки. Японское космическое агентство JAXA недавно выступило с заявлением о том, что в скором времени начнет проводить работы по сбору мусора в космосе. При этом работы будут проводиться при помощи металлических сетей гигантского размера. По планам ученых, сеть размерами более 3 километров будут выводить на орбиту при помощи специального спутника. Уже в космосе будет происходить разворачивание сети при помощи специально созданного манипулятора. Когда сеть наберет достаточное количество мусора, произойдет ее отсоединение. Магнитное поле Земли подействует таким образом, что сеть с собранным мусором постепенно притянется к плотным слоям атмосферы, где изгорит во время падения. Этот космический мусор да в руки изобретателям из народа. Они бы уж точно нашли ему применение. Вот, например, некий Трой Хартман, фанатик экстремального спорта, разработал лыжи, оснащенные реактивными двигателями. Двигатели мистер Хартман снял со списанных военных беспилотных самолетов. И теперь у него есть транспорт, способный нести его по заснеженным равнинам со скоростью 76 километров в час. И это еще на половине мощности. Теперь изобретатель раздумывает над тем, как приделать к своему детищу еще и крылья, чтобы иметь возможность исполнять воздушные трюки. Кстати, у Хартмана уже есть несколько заказов на его реактивные лыжи. Вы смотрели программу Техно-Ньюс. Все самое интересное из мира науки и высоких технологий. С вами была Елена Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok